Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Итак, на этой неделе стало известно об отмене блиц-визита господина Нетаньягу в Объединенные Арабские Эмираты. Встреча, которая должна была состояться в Абу-Даби, временно перенесена на две недели. Надо отметить, что израильские СМИ, левые СМИ, как обычно, внесли свой вклад в освещение данной новости. По официальным данным, причина отмены, или точнее переноса данной встречи, явилась отказа иорданской стороны пропустить транзитом через свою территорию израильскую делегацию, для того, чтобы приехать в Абу-Даби. Надо отметить, что еще одной причиной явилось то, что была госпитализирована Сара Нетаньягу, жена премьер-министра, с острой болью в районе аппендицита, то есть подозрением на аппендицит. Естественно, этого было бы уже достаточно для того, чтобы перенести эту встречу, но израильские СМИ замалчивают одну очень важную деталь и не освещают в достаточно полном свете данную новость, а именно, что в этом блиц-визите, который должен был состояться в аэропорту Абу-Даби, должен был присутствовать ни много ни мало наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед Сульман, которые, естественно, должны были вместе с господином Нетаньягу внести ряд ключевых заявлений, объявить, скорее всего, как мы можем предполагать, и это мы увидим уже в ближайшее время, объявить о нормализации отношений Саудовской Аравии. Как мы об этом уже однажды рассказывали, что Саудовская Аравия во многом способствовала объединению и, естественно, сближению арабского мира с Израилем, и, естественно, они пропустили всех вперед, и только сейчас, скорее всего, не объявят о нормализации отношений, что поменяет абсолютно мировую геополитическую ситуацию, а именно уже не будет так важна тема палестинского вопроса, и об этом, кстати, израильские СМИ не говорят. Французская газета МОН, которая никогда не отличалась таким теплым отношением к нашей стране, сказала, что вот настал момент, когда палестинский вопрос сходит на нет, естественно, война, арабская война с израильским государством, с еврейским государством отменена, и, естественно, уже наступает новая эра, когда палестинский вопрос не важен и не интересен никому. Единственное, кому он интересен, это израильским левым СМИ, которые до сих пор верят в эти глупости под названием «Два государства для двух народов» или для того, чтобы, как говорится, поддерживать мертвую и левую идеологию, до сих пор верят в разные сказки. Естественно, специально не освещают события, раскрывая в полном свете и гордость нашей страны, что наша страна изменилась абсолютно, и отношение к ней мировое изменилось абсолютно благодаря господину Нетаньягу. Не дай бог, они боятся сказать слово, чтобы, не дай бог, не прибавить пару мандатов на ближайших выпорах господину Нетаньягу. Естественно, мы хотели бы задать риторический вопрос. Неужели вам, левые СМИ, не стыдно и нету хотя бы элементарной благодарности за то, что сделал господин Нетаньягу за десятилетие, которого властик, за плоды, которые мы пожинаем, весь еврейский народ пожинаем, еще будем пожинать многие года. Неужели нет элементарной благодарности? Неужели у вас не хватает смелости рассказать элементарную правду своим читателям и показать, как минимум, что наша страна вышла в мировые лидеры как в экономическом плане, так и в борьбе с коронавирусом, так и в борьбе с другими ситуациями, с арабским миром мы видим не борьба, а уже идет налаживание отношений. Неужели вам не стыдно? Какие-то французы, не какие-то, а французские СМИ освещают это, европейские СМИ освещают это. Все говорят о том, что ушло в прошлое палестинский вопрос, и никого это уже не интересует, и никого не интересует их мнение. Вообще, что они думают, что они откровенные лгуны, об этом даже в самых арабских странах говорят. А вы об этом молчите. Достаточно риторический вопрос. Хватает ли у вас смелости, хватит ли у вас когда-нибудь смелости сказать людям правду, своим читателям, нашим израильским гражданам, или вы дальше будете прятать голову в песок и дальше позорить, и, естественно, не раскрывать правду, которая уже вот-вот выходит из всех мест уже, куда бы ни посмотришь, и в Европе, и в Америке, и, естественно, в арабском мире уже смотрят с таким, с ожиданием, смотрят на нас с ожиданием, чтобы мы наконец-то сказали правду, что израильская страна, еврейская страна создана самим Всевышним, дана самим Всевышним наша земля, что еврейский народ особый народ, этого все ждут. И, естественно, мы должны не стесняться этой правды, в отличие от левых СМИ, говорить об этом, и не слушать разных клоунов, которые пытаются все навешать, и разные ярлыки, и на господину Нитанягу, и на его работу, на его деятельность. В общем, вся эта компания, которая Рак Лобиби, только Нитанягу, уже смешна и, естественно, небезопасна, ненормальна, и уже, как говорится, как прыщ на носу, уже ждет, когда его выдавят. Полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями. С Божьей помощью мы будем следить о больших чудес, нашей прекрасной, цветущей стране и в мире, в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вам нравится наш проект Хелик, у вас есть какие-то идеи, пожелания, комментарии, пожалуйста, оставляйте их под этим видео. Если вы хотите стать спонсором нашего канала, есть вкладочка «спонсорство», помогайте нам, берегите себя и близких, будьте здоровы, и до скорых встреч!